Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 21 декабря, и свои именины в этот день совершают христиане, наречённые в честь святых Сергия, Кирилла, Анфисы. Мир и благословение Божье, да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня также Святая Церковь совершает память преподобного Потапия. Родился и был воспитан в вере и страхе Божьем в египетском городе Фивы, в благочестивой семье. Рано познал он и презрел суету мира сего и удалился в египетскую пустыню, где ради любви Божьей предал себя подвигу очищения своего сердца от всех мирских пристрастий и помыслов. Но когда о его добродетелях стало известно среди людей, начали они к нему приходить, ища утешения в скорбях и печалях. Опасаясь людской славы, помрачающей ум человека и отчуждающей его от Бога, Потапий убежал из зоны пустыни в Цереград. Ибо полагал сей досточудный святой, что, вероятно, легче скрыться от людей в многолюдном городе, нежели в пустыне. Близ Влахернской церкви в Цереграде сделал он себе келью и, затворившись в ней в полной безвестности, продолжил свой прерванный подвиг. Однако свет не способен укрыться. Один мальчик, слепой от рождения, направляемый Божьим промыслом, пришел к преподобному Потапию и попросил его помолиться Богу, чтобы прозрел он и увидел Божие творения, и еще более прославил Господа. Потапий умилостивался над страдальцем, вознес молитву к Богу, и мальчик обрел зрение. Это чудо открыло сего Божьего угодника всей столицы, и люди толпами устремились к нему за врачеванием, утешением или назиданием. Одного знатного мужа Потапий исцелил от водяной болезни, осенив его крестом и помазав елеем. Некоего юношу освободил он, сотворив рукой знамение креста в воздухе от жестоко мучившего его нечистого духа. И вышел злой дух из Божьего создания, как дым с пронзительным воплем. Некую женщину, имевшую на груди язву, кишащую червями, Потапий только перекрестил и соделал ее здоровой. Многие другие чудеса явил святой Потапий молитвой именем Христовым и крестным знаменем. Упокоился сей угодник Божий в глубокой старости и перешел в Царствие Небесное. Жил святой в седьмом столетии. У нас с вами, дорогие мои друзья, ну типа на сегодняшний день назначен конец света. Наверное, много уже всяких по этому поводу размышлений, но хочется поделиться вот чем. Что конец света для каждого из нас, он ведь наступит неожиданно, когда его совсем не ждешь. Только особые избранники Божьи имели извещение о приближающемся дне и часе. А так обычно человек должен всегда быть готов к концу света, имеется в виду окончанию земного пути, когда очи сомкнулись и душа вышла вон. Но хоть все и говорят конец света, на самом деле для христианина это совершенно другое понятие. Как может закончиться свету того, кто в жизни стремился к вечному свету, к солнцу правды, к солнцу будущего века, как именуется в священном песнопениях Господь наш Иисус Христос. Поэтому всегда испокон веков добрые христиане жили ожиданием. И в этом смысле не маловажно вспомнить, как заканчивается книга о конце света. Откровение Иоанна Богослова, именуемое апокалипсисом. Своих прихожан мне спросил, скажите мне последние слова, которыми заканчивается эта книга. Давайте вспомним, дорогие мои, как заканчивается апокалипсис. Заканчивается очень неожиданно словами «Ей гряди, Господи Иисусе, гряди скоро». Ну давай уже, мы устали ждать, приходи скорее, избавляй этот мир от страданий. Устрой, наконец, своё небесное царство. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Каждый день, даже порой неоднократно, мы повторяем в символе православной веры. Поэтому для нормального христианина ожидание должно быть примерно как у апостола Павла, что жизнь для меня Христос, а смерть приобретение. Я хотел бы разлучиться от усок того тела и быть со Христом, но оставаться в теле, почитая необходимым тому послушанию, которое Господь мне даёт в этой жизни. Закончится послушание, и душа с радостью выйдет навстречу своему спасителю и избавителю. Но это при условии, если человек жить будет так, как преподобный Амвросий Оптинский говорил, как колёсико вертится, что одной точечкой только на земле, а всеми остальными взмывает вверх, к небу. А у нас обычно живётся как тракторная гусеница, которая вдавливается в эту землю, всеми своими точками соприкасается и оставляет такой след. И вот оторвать эту тяжесть, кажется, совершенно невозможно. И поэтому, конечно, страшно, как это я всё потеряю, потеряю свою землю, или как Господь нас зовёт, придите, благословенные, для вас уготована вечеря, а у каждого задача. Зачем живёшь? Дом построить, дерево посадить, сына воспитать. И не начинают отказываться. Я, говорит, купил землю, мне нужно на ней что-то сделать, урожай посадить, потом собрать, какой-то след оставить на земле. А другой, говорит, я купил пять пар валов, надо их испытать, нужно, ну, чтобы хорошо моя работа делалась. А третий, говорит, а я женился, у меня своя свадьба, какой брачный пир, имей меня отреченно. И вот эти такие классические мотивы, которые человек почему-то называет смыслом и целью своей жизни, но они делают его человеком мирским, человеком материальным, человеком бездуховным. И в этом смысле, конечно, страшно. Страшно, когда наступает конец всему тому, что он беззаветно любил, чему был абсолютно предан и душой, и телом, и всеми своими мыслями, и всеми своими чувствами, и всей своей волей, тогда это страшная трагедия. Трагедия потому, что человек прожил жизнь зря. Прожил жизнь зря. Ведь такие страшные слова. Вот самое дорогое, что у нас есть, это наша жизнь, ее же нужно прожить, чтобы не было мучительно больно, за бесцельно прожитые годы. А тут жизнь и впустую. Пустая душа. И жизнь, как у Александра Сергеевича. Пришел старик с синего моря, видит перед ним сидит старуха, перед ней ее разбитая корыта души. Поэтому для екатеринбуржцев есть доброе предложение. Сегодня 21 декабря, второй день конференции по церковно-социальному служению. И в этот день наш владыка, митрополит Кирилл и руководитель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, епископ Пантелеймон Смоленский-Вяземский, совершают в 9 часов литургию в храме на Корове. Наверное, для христианина нет ничего радостнее встретить этот день молитвой за божественной литургией. Поэтому у кого есть возможность, кто сможет с ранней передачи церковного календаря сориентироваться, то, пожалуйста, приходите, помолимся о спасении и благополучии всех живущих на земле, чтобы достойно подготовиться к встрече с Господом нашим. И гряди, Господи Иисусе, гряди скоро. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok